Белуга – одна из крупнейших пресноводных рыб. Она живет до 100 лет и может достигать в весе двух тонн. За это на Руси ее называли «царь рыбой». Осетровые обитают в морях, а в реки заходят на нерест. Приходили они прежде и в Самарскую область. В природе они всегда приходили из Каспии на нерест, в Волгу. И любимым местом нерестилища осетровых рыб всегда была Самарская область, острова Васильевские, куда они приплывали дать свое потомство каждую весну. На сегодняшний день, к сожалению, эта ситуация изменилась в силу различных причин. Во-первых, были поставлены ГЭС, и рыбы не могут доплыть к нам просто на нерест. Изменились и климатические условия, поэтому сегодня Белуга и Стерлить – редкие краснокнижные рыбы. Но в Самаре для любителей осетрины дефицита нет. Уже 9 лет Оксана Ковнер и Владимир Сембиркин занимаются разведением осетровых. В цехе более десятка бассейнов для рыб разных пород и размеров. Начинают одним расти и забивают других. Они остаются на таком же уровне. Поэтому сортировка по размерам. Мальки, достигая в весе от 3 до 10 граммов, переходят во взрослый цех. Здесь 8 видов осетровых рыб. Стерлить, русский осетр, сибирский осетр, белуга, бестер, гибрид белуги и стерлиди и другие. Рыба очень требовательна к питанию и состоянию воды. Поэтому разведение осетров – затратный и сложный процесс. Сегодня, когда многие зарубежные компании ушли из рынка, местные производители получили больше возможностей реализовывать свою продукцию как в своем регионе, так и в соседних, в том числе благодаря поддержке государства. Государство однозначно помогает. Мы получили грант на данное предприятие. У нас стоит водоочистка. И 50% стоимости нам вернули. Конечно, рыба – это один из тех видов продукции, который востребован на рынке на сегодняшний день и входит в перечень импортозамечающих товаров. Соответственно, поэтому мы сейчас в процессе оформления земли, которая находится непосредственно рядом с нашим предприятием. Благодарим за это главу нашего региона Азарова Дмитрия Игоревича, главу города Самары Лапушкину Елену Владимировну, ну и, конечно, руководители департамента предпринимательства городского круга Самары – это Зотова Владислава Ивановича. Потому что благодаря слаженной работе многих структур нашего региона и городского круга Самары очень оперативно получилось оформить возможность получения земельного участка не только нашему предприятию, но и многим предприятиям, которые входят в сегмент импортозамещения. Самой взрослой рыбе на этом производстве 43 года. Она весит более 100 килограммов и входит в так называемое «маточное стадо» – это рыба для воспроизводства икры и мальков. Белуга, например, дает икру раз в 4 года. Считается, что чем старше рыба, тем вкуснее и ценнее икра. Срок годности настоящей икры не больше 2,5 месяцев, потому что в нее не добавляют консервантов. Она не может быть идеально черной. У стерлядь – серо-болотного цвета, у белуги – светло-серого, у сибирского – осетра черная. Осетровая ферма – сегодня популярное направление в промышленном и гастротуризме. К нам огромное количество людей приезжают, и наших жителей, и наших регионов, и соседних регионов, и даже из других стран приезжают специально на наши предприятия, что для нас, конечно, является гордостью. Ну и, конечно, мы сюда стараемся по возможности, как можно чаще привозить детей с ограниченными возможностями, потому что рыбы эти обладают невероятными энергетическими какими-то свойствами. Они очень сами умеют регенерировать, но и все те, кто с ним общаются, однозначно получают какой-то заряд энергии, позитива, релакса. В регионе, благодаря участию бизнеса в воспроизводстве осетровых и активному зарыблению, удается восстановить популяцию стерлядей в водоемах. Поэтому в ближайшее время эту особь могут исключить из Красной книги Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.